В Люберцах прошел 24-й слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В этот раз он состоялся в гимназии номер один. Школьники со всего округа приняли участие в первом муниципальном этапе. О том, какие задания ждали ребята, расскажем в сюжете. Ну что, дети, на какой же свет мы должны с вами, как пешеходы, переходить дорогу? Зеленый! Правила дорожного движения и азы оказания медицинской помощи. Это главное, что ЮИД вкладывает в подрастающее поколение. И эти два пункта входили в первый конкурсный этап. Анастасия Михайловская, ученица 4-го класса, начала посещать кружок юных инспекторов движения год назад и является законопослушным пешеходом. Я сама соблюдаю все правила дорожного движения и говорю близким тоже соблюдать. Я сейчас прошла первый пункт медицинской помощи. Мне было не очень сложно, но, конечно, какие-то трудности были. Первая помощь – это самое главное, она может спасти жизнь человека. Участниками муниципального слета стали 28 команд. Главная цель конкурса – это сокращение детского травматизма. Ребята это понимают, поэтому и правила знают, и безопасному образу жизни учатся уже сейчас. Потому что это движение помогает сотрудникам госавтоинспекции проводить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Тем самым дорожно-транспортных происшествий в нашем округе становится все меньше и меньше. По итогам первого дня судьи отберут 10 лучших команд, которые отправятся на следующий этап – практическое задание. Там участников ждет вождение велосипеда в автогородке и творческий конкурс «Агитбригад». А победители муниципального турнира получат возможность выступить на областных соревнованиях. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.